В последнем видео мы увидели, что Исаак Ньютон полностью описал гравитационные силы между двумя телами. Я задавал вопрос о пачке сахара. И вопрос был в условиях космической станции, где нет веса. То есть мы в условиях невесомости. Как я могу определить, является ли эта пачка пустой или полной? Правильный ответ — это, хотя веса и нет, но все еще есть масса, то есть есть инерция. Так что если мы хотим проверить, полная пачка или пустая, нам нужно ее просто потрясти. Если мы ее трясем, мы сразу понимаем, она тяжело поддается движению или легко. Из этого мы делаем вывод — пачка полная или пустая. Сейчас мы в 1905 году. Это год, когда Альберт Эйнштейн написал специальную теорию относительности. Что произошло со времен Галилеи и Ньютона? Физики определили электромагнитную природу света. Об электричестве было известно еще со времен греков. Теперь еще был открыт магнетизм, и составив эти два, получена теория электромагнетизма. И было понято, что свет — это электромагнитная волна. То есть это электрическое и магнитное поля, распространяющиеся в пространстве. Также было обнаружено, что свет имеет постоянную скорость, и что эта скорость — фундаментальная константа природы. Так что естественный вопрос, когда обсуждается система отсчета, если имеется движущаяся система отсчета, мы измеряем ту же скорость света или другую скорость? Скорость света складывается со скоростью системы отсчета или нет? Этот вопрос является стартовой точкой для специальной теории относительности. Давайте проедемся с Эйнштейном в поезде. Эйнштейн делает эксперимент, который заключается в том, что свет посылается с пола на потолок. И часы измеряют время, за которое свет проходит снизу вверх. Конечно, это должно быть очень точное измерение, потому что скорость света очень велика. Но давайте представим, что это этот мысленный эксперимент. Теперь второй этап. Корова смотрит на этот проходящий поезд, и вы видите... И, кстати, корова тоже измеряет время, за которое луч света проходит от пола до потолка поезда. Теперь, так как поезд движется, конечно, луч света для коровы пройдет большее расстояние. Так что, если скорость света, измеренная Эйнштейном в поезде, равна скорости, измеренной коровой в поле, то часы коровы покажут большее время, чем часы Эйнштейна. Так мы пришли к выводу, что Эйнштейн и корова измеряют разное время, разную длительность для одного и того же эксперимента, если скорость света константы природы. Вывод такой, что в системе отсчета покоящейся коровы, когда она смотрит на пролетающий мимо поезд, время эксперимента будет больше. Это называется растяжение времени в движущихся системах отсчета. Есть другие следствия того же рода, например, сокращение длины в движущихся системах. Это было определено Эйнштейном как эффект того, что свет имеет скорость, которая является фундаментальной константой. Мысленные эксперименты привели к и к реальным. Растяжение времени в движущихся системах отсчета было экспериментально подтверждено. В 50-х годах люди взяли двое часов, синхронизировали их, положили одни часы в B-52, который облетал вокруг Земли за 24 часа. И когда B-52 приземлился, они проверили часы. И они заметили, что часы шли по-разному, как раз настолько, как было предсказано специальной теорией относительности. Эти результаты привели к концепции пространства-времени. До Эйнштейна рассматривались независимо пространство, например, мое положение в этой комнате, и время, время, когда я стою здесь. Но, как видите, в зависимости от вашей системы отсчета, способы измерения пространства и времени не так уж независимы. Эйнштейн предложил рассматривать пространство и время в едином понятии. Конечно, сохраняются и различия, так я могу только двигаться в одном направлении во времени, так что мы говорим, как время идет только из прошлого в будущее, тогда как в пространстве я могу двигаться вперед и назад и возвращаться на начальную позицию. Есть разница между пространством и временем, но все-таки очень удобно использовать это новое понятие пространства-времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...